привет всем мы продолжаем вместе с магазином база обзор программу logic про 10 и сегодня мы поговорим с вами о том как программе logic можно работать с аудио начинаем как обычно с того что запускаем программу лоджик запускаем лоджик и создаем новый проект выберем аудиоканал и нажмем кнопку создать итак мы создали один аудиоканал на который мы собственно говоря и будем добавлять наши аудиофайлы просто открывая finder находя свою папку с сэмплами например возьму папку с киками выберу какой-нибудь кик примеру этот и поставлю его просто перетянув поставлю его как раз в этот наш канал для того чтобы перетянуть какой-то другой сэмпл на новый канал не обязательно каждый раз создавать аудиоканал то есть заходить лоджик нажимать плюс выбирать аудио нажимать create достаточно лишь всего лишь выбрать какой-то понравившийся сэмпл и перетянуть его лоджик лоджик автоматически создаст вам аудиоканал итак здесь у меня сейчас один кик и один хай-хэт сейчас я их быстренько расположу и мы с вами продолжим копировать наши аудиофайлы мы будем с помощью клавиши alt то бишь мы хватаем наш сэмпл ставим его в то положение которое нам нужно нажимаем клавишу alt не отпуская левую клавишу мыши и только после этого мы отпускаем мышку вот у нас объект скопировался немного потренироваться и со временем вы не будете задумываться как это все делать выйти просто напросто копировать и все соответственно любой аудиофайл копируется абсолютно таким же образом на одной выбранной дорожке или на какие-то другие каналы таким вот образом конечно же это не все возможности которые есть в программе лоджик по редактированию аудио не только копирование сейчас я покажу вам что можно делать еще например добавлю вот эту вот петлю которую я вырезал у джеймса брауна в общем вполне достаточно для того чтобы нужно было вырезать какой-нибудь барабанный лук для этого мы делаем следующее для начала мы должны подогнать первый удар бочки под начало файла можно это сделать опять же либо аккуратненько выбор и отрезав и отрезав ровно по границе начала волны или же можно сделать следующим вариант нажать два раза на аудио файл выбрать вкладку файл и просто-напросто переместить вот эту вот синюю границу на начало нашего лупа где-то вот так вот вот видите начальная граница начало старта у нас соответствует началом нашего бета нажимаем play вот здесь вот начинается следующий бит следующий такт я хочу же взять всего лишь один такт этих барабан соответственно выбираю ножницы нахожу вот эту границу где примерно начинается следующий такт этой барабанной петле и отрезаю теперь более точно я могу уже подогнать рамки вот в этом окне эдитора теперь более точно выровняем границу где наш луп будет заканчиваться вот так вот ну опять же это можно сделать не только таким способом но и просто-напросто как бы раздвигая или наоборот задвигая наш аудиохран но мне кажется что более точно это можно сделать именно вот в окне редактирования ставим вот так вот и всегда не забываем слушать для того чтобы понять как у нас теперь звучит наш луп потому что иногда из-за неровного не из-за неровно обрезанного файла у нас в конце могут быть щелчки тогда в таких случаях желательно делать небольшой фейт ну и сейчас послушаем если щелчков в конце нет никаких то оставим как есть по-моему неплохо итак теперь если от этого лупа нам нужны лишь отдельные какие-то звуки мы можем послушать и вырезать какой-то определенный удар вот например я попробую вырезать снейр опять же примерно определяю границы сдублирую дорожку чтобы перетащить сюда скопировать снейр и теперь уже более точно отредактирую границы конец старт и конец нашего сэмпла например вот так вот потому что здесь видите уже начинается следующий удар ну поскольку это аудио файл то есть в нем в одном уже записано много разных звуков одновременно играющих то конечно же какой-то один определенный звук мы не сможем взять если он играет одновременно еще с каким-то например хай-хэт играет вместе со снейром или там вместе с бочкой мы не сможем взять четко только лишь один хай-хэт всегда будет оставаться звук какого-то второго инструмента но если мы находим отдельно играющий какой-то сэмпл то можно его смело вырезать видите здесь снейр с реперационным хвостом довольно-таки насыщенным и хай-хэт если хай-хэт не мешает можно оставлять если мешает тогда приходится его таким вот образом закрывать вот пожалуйста теперь хай-хэт не слышно ну кстати если нам в итоге нужен будет такой длинный реперационный хвост то мы всегда сможем на короткий файл добавить свой ревердиратор а так у нас как будто бы один сухой снейр пожалуйста теперь мы можем использовать в сэмплере или рисовать его непосредственно в окне ревердию методом аренжировки методом копирования допустим мы решили порезать эту петлю и сделать немного другой ритмический рисунок мы можем делать и таким образом к примеру нам понравилась эта сбивочка хотя нет сейчас добавлю еще немного допустим нам понравилось то как мы расположили разные отрезки этого петли между собой теперь и хотим сделать это одним файлом делается это очень просто мы выделяем аудио файлы которые мы хотим склеить между собой в один файл выбираем курсор глуту и нажимаем в любое пространство выделенных аудио файлов нажимаем креет вот он нам склеивать аудио файл между собой и сделав из них один отдельный аудио файл есть дополнительные настройки по работе с аудио файлами которые будут уже находиться в окне эдитора по вкладке файл у вас есть дополнительные возможности по редактированию здесь вот посмотрите попробуйте разные опции в программе logic также имеется огромное количество apple лупов apple лупы это такие специальные лупы которые придумала компания apple и записала их они у вас плюс ко всему еще и будут всегда в ритм вашего проекта то бишь вы выбираете интересующий вас раздел в apple лупах например раздел биц и слушайте и смотрите смотрите и слушайте например аналог драм машин здесь вот указывается оригинальная скорость оригинальный темп этой петли но это в принципе по большому счету вам ни о чем не говорит потому что apple лупы могут подстраиваться всегда под скорость вашего проекта добавляются они абсолютно таким же способом как и любой другой аудио файл просто перетаскиваете свободный аудиоканал или просто в свободное поле вашего проекта если вы добавляете apple луп в чистый проект в котором еще пока ничего не делали то logic у вас спросит импортирует ли оригинальный темп петли в проект то бишь сделает ли ваш проект таким же темпом как и темп у этой петли 100 ударов в минуту если вы нажмете импорт то он выставит вам скорость проекта 100 бпм если нет то скорость проекта останется ваша 99 но как слышите аудио файл все равно в ритм вот для более убедительной демонстрации изменю темп все попадает четко в метроном вот собственно говоря в этом прелесть полупов и заключается в том что они всегда будут в ритм вашего проекта ну и плюс это огромная библиотека записанных живых инструментов неживых инструментов разных барабанных петель разных инструментальных петель фортепианных гитары орган все что угодно вот стоит потратить время и хотя бы примерно для себя послушать что находится в каждом из разделов Apple Loop ну для демонстрации я сейчас выстрою выстрою небольшой рисунок только из-за полупов а вот 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 Продолжение следует... 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 можно ведь всегда вырезать какой-то один звук из этой петли или несколько звуков поставить это так как не было в оригинальном лупе в общем я советую работать с лупами когда вы используете то есть не просто может быть брать его в чистую а как-то видоизменять так будет ну наверное больше более честно что ли аудиоканалы в лоджике существует не только для того чтобы мы могли работать уже с существующим записанным аудиофайл или аудиофайлами отдельными маленькими файликами или петлями или целыми песнями но и соответственно для записи своего собственного аудиофайла для этого мы должны выбрать аудио вход если у нас многоканальная звуковая карта соответственно нас будет много большое количество импутов и мы должны будем четко понимать какой импут у нас приходит микрофон или это какой-то другой инструмент у меня же здесь например моно канал и первый канал нажму кнопку записи и вот видите прыгает показатель уровня походного сигнала почему я нажал mute наверняка вы слышали про такое явление как обратная связь но даже если не слышали именно это название то наверняка слышали как на концертах или на каких-то других представлениях бывает начинают свистеть микрофоны заводиться происходит это из-за того что микрофон начинает принимать сигнал который он принимает то есть получается такой замкнутый круг петля которая все быстрее и быстрее начинает вращаться и таким образом вот возникает этот свист он становится все громче 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 если вы не остановить если там к примеру не выключить микрофон то можно спалить колонки или уши вот поэтому для того чтобы у меня сейчас не было вот этой вот обратной связи я на выбранном мною радиоканале нажал кнопку mute нажал клавишу рек и нажимаю нажимаем основную клавишу запись record вот у нас затикал метроном его можно выключить вот соответственно сейчас лоджик записывает тот сигнал который в него приходит то бишь мой голос вот мы с вами записали аудиофайл снимаю значок record размутирую канал и слушаю вот у нас затикал метроном его можно выключить вот соответственно сейчас то бишь мой голос да мы записали мы с этим записанным аудиосигналом мы уже можем дальше делать все что угодно записывать соответственно можно только голос но и вообще все что может все что имеет звук все что мы можем слышать так мы с вами разобрали еще одну возможность который предоставляет программа logic аудио возможность работы с аудиофайлами их редактирование и запись пробуйте не останавливайтесь не делайте больших переговор между тренировками и тогда все будет получаться быстро и именно с тем результатом которые вы ожидаете услышать